Ну и завершение выпуска. Рисовать картины дерева. Да-да, вы не ослышались. Именно так создает свои произведения столяр Артём Караваев. Как ему пришла в голову эта идея и с чем он сталкивается на новом, пока ещё не протарённом пути? Давайте узнаем. Я считаю, что я изобретатель. Потому что как бы в интернете за 4 года, вот считай уже 5-й год идёт, с 13-го года, мы не нашли ни одной подобной работы. Эти картины Артём Караваев нарисовал деревом. Мазки на них – это кусочки чёрного дуба, берёзы, лиственницы, ореха и ещё примерно 10 видов пород. Все они разных форм и размеров, автор не стремится сделать их одинаковыми. Каждая деталь, я не пытаюсь соединять концы деталей, какие-то мазки свои, и виден холст. На некоторых картинах в углах остаётся пространство холста, потому что это уже… То есть вот здесь, я считаю, это новый подход. Строгопись или строганая живопись – именно так Артём Караваев называет придуманный им вид изобразительного искусства. За 4 года работы он создал 5 картин. На одну уходит от нескольких месяцев до года. Осваивать новую технологию Артёму помогает опыт. Всю свою жизнь он работает стелером. А началось всё с детства. Дедушка, он всю жизнь резал картины. И я просто увидел маски всякие. Я увидел это, и мне так захотелось, что я взял стамеску. И пока взрослые отдыхали, я сидел, резал. Ехал оттуда весь с перебинтованными пальцами. Я вырезал первую свою маску. Она до сих пор у мамы есть. Любовь к дереву проходит красной нитью через его жизнь, а строгопись стала её апогеем. Вот только пока совсем немного человека ценили необычные картины. Но Артём верит – они ещё обязательно найдут своего зрителя. К ним просто нужно получше присмотреться. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.